Девушки отдыхают Многие на ее месте выбрали бы Андрея. Но на этом путешествие Орла и Решки не заканчивается. Мы начинаем новый сезон, новые континенты, долгожданные города и невероятные приключения Андрея Педнякова и его новой спутницы. В половине девятого утра я стоял в киевском аэропорту Борисполь и ждал новую ведущую. Девушки отдыхают Нет, это не Светлана Лобода. Привет! Ой, привет! Дорогие друзья, знакомьтесь, новая ведущая программы Орел и Решка. Леся Никитюк! Еее! Леся Никитюк, победительница шоу «Рослиши комика». Ролик с ее выступлением набрал в интернете свыше шести миллионов просмотров. Леся никогда не была за границей. Теперь она новая ведущая Орла и Решки. Я напоминаю тебе правила для программы. Я бросаю монетку, я здесь главный учти. Если Орел, золотая карта мне, тебе в 100 долларов. Если Решка, то тогда наоборот все. Давай, давай, бросай, сейчас посмотрим. Сейчас, ты еще меня не знаешь просто. Сейчас мы познакомимся, будешь знать побольше. Я! Я выиграла! 100 долларов! Да, ты выиграл? Да я вообще мажор в этом Питере! Ты выиграл 100 долларов? Этот рюкзак замечательный! Давай! Ой, ты, мол, ты мне нравишься! Вот первая программа, ты мне... Спасибо, Андрюшенька! Давай! 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 Городом, который открывает четвертый сезон Орла и Решки, стал Санкт-Петербург. Это город, о котором говорят обычно с придыханием. Великая северная столица Российской империи. Это, наверное, медвежонок попал в медвежон. Город-памятник, город-камень. И поехали мы туда, в самую макушку лета, на знаменитые Белые ночи. Город-памятник, город-камень. Мой порядковый момент. Со своей золотой картой я могу позволить себе абсолютно любой автомобиль, будь то Rolls-Royce или Maybach. Но сегодня я выбрал себе необычный автомобиль. Скоро таких автомобилей может не остаться вообще. Как человек, уже поездивший с золотой картой, ответственно заявляю. Тщательно восстановленный ретромобиль – это последний писк моды среди миллионеров. Русские и украинские олигархи так чувствуют себя как бы крупными партийцами. Тем более, что стоимость аренды никак не меньше Rolls-Royce. 3000 долларов за два дня. За свои деньги я бы в жизни на таком не поехал. А с золотой картой – пожалуйста. Ну, здравствуй, Питер! Вы летающим пассажирам напоминаем. Здравствуйте, дорогие друзья! Вы не обращайте внимания в первый раз за границей. Здравствуйте! Здравствуйте! Леся! Здравия! Очень приятно. А скажите, пожалуйста, а как в город добраться? В такси. На такси? А сколько будет в город такси? 900 рублей. 900 рублей? 30 баксов за такси? У меня всего 100. Автобус где? Уважаемые посетители, наивная запасанка в самолёт, коллекция. Извините, а можно музычку какую-нибудь? Ретро-спай. Здорово. Что-то в этом есть. Просторный, очень мягкий кожаный салон. Большое количество вот таких знакомых ретро-деталей вызывает умиление. Вот действительно, чувствую себя партийным биг-боссом 60-х. Пахнути, Карповичи. В горком партии, пожалуйста. Автобус, автобус! 13, ты маршрует! Подождите, мужчина, подождите. Прямо с вокзала я поехала сама не зная куда. В центр, наверное. Сколько приезд у вас? 21. 23, да? 27 сдачи. Да, спасибо. Спасибо. Большие дороги и гигантские развязки. Так красиво. Пошли разограницей, ну. Итак, господа, Петербург. Это без преувеличения великий город. 200 лет здесь правили великие русские цари. И именно за это время Россия стала настоящей империей. Это город колоссальных соборов. Величайшего в мире музея. Сотен красивейших мостов и каналов. Ни в одном городе мира нет такого количества старинных зданий. Свыше 18 тысяч домов были построены еще до революции. Кроме того, здесь 70 театров, 200 музеев и 8,5 тысяч памятников истории культуры. 8 тысяч памятников. Город-камень. Город-музей. Город-герой. Город-столица. Город-легенда. Петербург. Значит, на экране. Питер не только храм культуры. Это город русского рока и протест на субкультуру. Здравствуйте. Здравствуйте. Питерская рок-культура 80-х дала миру такие имена, как ДДТ, Аквариум, Чиж и кино. Самый пафосный отель в Петербурге – это Европа. Здесь я буду жить. Спасибо большое. Знаете, вот всегда с золотой картой прихожу в отель, отдаю ее и говорю, дайте мне самый дорогой номер. Ну, я в Питере. Хочется чего-то другого. Здравствуйте. Добрый день. Предложите мне, пожалуйста, что-нибудь бесконно-питерское. Могу предложить замечательный исторический номер. Он посвящен Мариинскому театру. И так называется Мариинск. Как знает всякий образованный человек, Мариинский театр – это главный театр Петербурга. Приехать в город и не посетить его – это Мовекон. Вот он, Мариинский люкс. Посмотрим. Ух ты. Вот если вы ничего не знаете о балете, то есть такие же, как я, то по этому номеру можно ходить и развиваться. Вот, например, книги, которые рассказывают о балеринах, о великих. Здесь есть музыка соответствующая. Мебель такая же, как стоит в Мариинском театре. И вот эти вот стены, окрас, точнее, стен точно такой же, как в Мариинском театре. Белый цвет, золотой и голубой. Дорогие друзья, вот так выглядит самая главная улица Питера. А называется она Невский проспект. Это ж Невский проспект. Здравствуйте. Здравствуйте. Недалеко от Невского проспекта находится главная площадь Питера – Дворцовая. На этой площади сосредоточены все самые красивые здания Санкт-Петербурга. Ну шо, мама, сзади меня Эрмитаж. Сейчас ты увидишь Исаакиевский собор. А вот это Александровская колонна. А вот это бежевое здание – это центральный штаб, фасад которого, мама, самый длинный из всех фасадов в мире. Основной привилегией гостей, живущих на этом этаже, является то, что здесь к каждому номеру прикреплен личный дворец. Как утверждает руководство отеля, дворецкий нужен для того, чтобы выполнять абсолютно любые прихоти постояльца. Проверим. Здравствуйте, а можно мне дворецкого в номер? А, точнее, не так. Дворецкого мне в номер. Здравствуйте. Я знаю, что вы можете выполнить любую мою просьбу. Совершенно верно. То есть, все что угодно. Я решил. Я решил начать с того, что заказал себе ложу в Мариинском театре на сегодняшний вечер. Ну, а после вечера... Хм... Итак, Эрмитаж. Один из величайших музеев планеты. В нем хранится около трех миллионов произведений искусства. Раньше это был тот самый зимний дворец, ворота которого штурмовали большевики. Ну, а сейчас это здание Эрмитажа. И его ворота каждый день штурмуют туристы. Ну, Эрмитаж, берегись. Посмотрите, какая очередь. Что на смениске за колбасу? Для граждан России и Белоруссии 150 рублей, для украинцев 400. Представляете? Эрмитаж — гигантский музей. Вы даже не представляете, насколько он большой. Даже если бежать трусцой, то за целый день, наверное, невозможно пробежать все выставочные залы. И каждый зал буквально напичкан произведениями искусства. Ого! Чудеса! Здесь хранятся шедевры Рембрандта и Матисса, Микеланджело и Мане, Рубенса и Ван Гога. И, конечно, конечно, работы самого Леонардо да Винчи. Куда ж без него? Если останавливаться перед каждым экспонатом хотя бы на одну минуту, понадобится 20 лет, чтобы все осмотреть. Это, конечно, сильная картина. Сильная картина. Рембрандт «Снятие с креста». Кроме бесценных картин, мебель и габелены, часы, статуи, драгоценности, золотые петухи и царский покой, 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 каждый из которых тоже произведение искусства. Как тут жили цари и царицы, не представляю. Пока с породной лестницы к своей спальне дойдешь, полчаса пройдет. Трапезные, кабинеты, покои, парадные и бальные залы. Продолжение следует... Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует... А дальше? Дальше произошло то, что происходит с каждым человеком, когда он первый раз попадает за границу. Ой, боже, какая вы красивая! На выходе из Эрмитажа неподготовленных гостей с северной столицы ожидают Петр I и Екатерина II. Они фотографируются с любым желающим на память. Стоимость одного снимка 200 рублей. 50 гривен по-нашему. Подождите, а это тоже стоит 200 рублей? Это отдельный снимчик 200. Хуже всего то, что эти актеры настоящие психологи. Давайте вам ручку посадим. Мы же мужчина 600 рублей, прошу. Нет, нет. Давайте за 100. Не надо. Какие за 100? Вот это за 100. Ручку к себе, наверное. К себе. У меня хмлики. Я не справилась с ситуацией. И почти 40 долларов перекочевала из моих карманов в карман Петра и Екатерина. Эта растрата мне потом вышла боком. Раньше вот в этом доме жил и писал свои бессмертные произведения великий русский писатель Федор Михайлович Достоевский. Уверен, что неподалеку здесь он и обедал. Ну а сейчас на этой улице есть ресторан, который носит его имя. Ну, сюда я пришел не только для того, чтобы вкусно и дорого поесть, но и для того, чтобы рассказать вам о русской книге. Ресторан не просто так называется Достоевский. Интерьер и меню здесь полностью посвящены Федору Михайловичу. Рестораторы тщательно перечитали все творчество Достоевского и повыискивали все блюда, которые он упоминал в своих книгах. Повара восстановили рецепты, и теперь любой желающий, у которого найдется сотня-другая долларов, может попробовать, что там ели в 19 веке во времена Достоевского. Вот к каждому блюду есть свой эпиграф. Вот, например, эпиграф к ухе из петуха. Необычное блюдо. Когда Раскольников привел пьяного Мармеладова и впервые встретился с его семьей, если бы не уха, тогда бы и роман не случился, и не было бы других событий. Помните, да, приступление наказания? Я не стал стесняться и распорядился устроить мне всестороннюю дегустацию. Уха из петуха архиерейская со стерлядью, хулебяка с лососами на старинный манер, перепелка дикая с густой брусничную подливою, блинцы с белужьей крою, колдуны с вишнею томленую. Здравствуйте. Дайте мне одну шаурму. Мне вот совсем вкусно. С помидорами, с огурчиками, с мясом. 120. Так, куда вам в руки давать? Шаурма, я считаю, уже стала национальным русским и украинским блюдом. Исконно русскими можно назвать только те блюда, ингредиенты которых веками водились и произрастали в русских лесах. Вот это блюдо можно назвать действительно русским блюдом, потому что здесь все ингредиенты, которые были еще 200 лет назад. То есть это лопатка, клюквенный морс, грибы-лисички. В русской кухне очень много заимствований. Например, помидоры или даже вот картошка. Это очень вкусно. Икру, пожалуйста. Очень вкусно, но, если честно, я стесняюсь есть на камеру, потому что я не ела полдня. Ужин в Достоевском обошелся мне в 388 долларов. Да, пожалуйста. Вечером я, как и собирался, отправился в Бринский театр. Любой желающий, которому не жалко 430 долларов за час езды, может прокатиться по улицам Петербурга на карете. Мне не жалко. Благодарю вас. Буду честен перед вами. Удовольствие это никчемное. Во-первых, сама карета довольно потасканная. Двери почему-то не закрываются. И колеса, гляди, вот-вот поотпадают. Во-вторых, животные, к сожалению, отправляют надобности и, соответственно, источают запах. Ну и, наконец, ноу-хаба к карету сильно трясет. В партийной Волге, короче говоря, куда удобнее. Но, тем не менее, вот согласитесь, что есть какой-то шарм, изюминка, что ли. Вот просто я в Питере передвигаюсь именно на карету. Здорово. Тысячи, чуть-чуть! Сейчас задержу их! Сюда! Давайте быстрее! Эй! Ага! На! Переворачивай страницу! Я еду на квартиру. Это такой домашний концерт, который проводится у кого-то на квартире. Мама мне рассказывала, что в советское время это было очень популярно. Были музыкальные команды, которые писали протестные песни, а власти запрещали им выступать на эстрадных площадках. Тогда они полуподпольно собирались на частных квартирах, где проводили концерты, между делом обсуждая Булгакова и распивая дешевые портфель. Традиция квартирников в Петербурге по инерции продолжается и сегодня. Действительно, самая обычная квартира. На сегодняшнем квартирнике выступает Саша Ветров, как говорится, широко известный в узких квартирных кругах. Публика на такие мероприятия приходит специфическая. Для многих из них такие концерты уже традиция в нескольких поколениях и продвинутые дедушки приводят сюда своих внуков. Вообще, квартирную эстраду не часто зовут сыграть где-нибудь в концерте. Поэтому такие квартирники единственная возможность для них заработать какую-то копейку. Впрочем, сами музыканты в антракте на кухне объясняют необходимость выступления в квартирах по-другому. Просто способ общения. Потому что одно дело, когда мы играем в зале в конце, у нас есть свой вход, у вас есть свой вход. Мы вышли на одну сцену, вы вышли на другую, мы друг к другу улыбаемся, разошли. А другое дело, когда мы можем вместе там что-то. В Мариинский театр приходит, чтобы прикоснуться к высокому. Увидеть произведения таких не очень востребованных сегодня жанров искусства, как опера или балет. Знаете, я всю жизнь мечтал посетить балет Хованщина. Вот моя мечта сбылась. Как красиво. Действительно, очень потрясно. Продолжительность питатель 4 часа 40 минут. Я здесь надолго. К концу квартирника стало понятно, что сегодня, в отличие от советского времени, квартирники потеряли дух бунтарства и подпольного очарования. Сегодня за вход нужно платить деньги, за покупку дисков нужно платить деньги и после конца жертвовать музыкантам деньги. А если я куплю диск, вы меня накормите? Да. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok Могу сказать, что я культурно обогатился. Перед сном я распорядился, чтобы мой дворецкий Людмила подготовила мне ароматическую ванну. Я, как истинный джентльмен, предложил ей разделить со мной эту ванную. Но она почему-то отказалась. Странная Людмила. Главная достопримечательность Питера это, конечно, знаменитые Белые ночи. Ежегодно в июне-июле сотни тысяч туристов приезжают полюбоваться ночами, во время которых на улице светло. Самое обидное то, что Белые ночи не настоящие. Уже после 11 часов солнце заходит за горизонт и становится почти совсем темно. И знаете, что я вам хочу сказать? Мне ваши Белые ночи? Почему назвали Белые ночи? Вы что думаете, что тут все белое, чешо? Просто так называется, Белая ночь. А потому что небо светлое. Вот вы сейчас сидите у телевизора и думаете, ой, неужели они не будут больше прятать деньги? Ну что, что такое? Не дождетесь. А пахнут как? Главная идея нашей программы. В любом городе мира можно интересно провести время, имея всего 100 долларов в кармане. Любой, кто найдет нашу бутылку, сможет убедиться в этом сам. Чтобы найти питерский клад, отправляйтесь на Кронберскую набережную. Там, через дорогу от музея артиллерии, есть смотровая площадка, под фундаментом которой и спрятана бутылка с ароматненькими 100 долларами. Давайте быстрее. Желаю вам найти Бенджамина Франклина в городе Петра. Действуйте! Во время белых ночей цены в гостиницах так поднимаются, что даже номер на окраине будет стоить ну где-то долларов сто. Я сижу и смотрю в чужое небо из чужого окна. Оказывается, в моем отеле есть своя собственная шоколадная фабрика. И для людей с золотой картой они преподносят такой шоколадный рояль. Всегда мечтал съесть крышку рояля. Хоу! Я ходил по всем дорогам И туда, и сюда Да, конечно, с золотой варточкой получше. Белые ночи в Питере не только темные, они еще и холодные. Я продрогла насквозь. Но все равно, что-то в этом есть. Какое-то особое волшебство. Я их никогда не забуду. Но если есть в кармане пачка сигарет, значит, все не так уж плохо на сегодняшний день. И билет на самолет с серебристым крылом, что взлетает, Вот я не знаю, мне настолько, настолько какая-то энергетика позитивная. Вот эта вся атмосфера, эти все красоты тебя просто заряжают. Но если есть в кармане пачка сигарет, значит, все не так уж плохо на сегодняшний день. И билет на самолет с серебристым крылом оставляет земле лишь тень. Лишь тень оставляет земле. Значит, все не так уж плохо. КОНЦ usual Ак украинская ведущая Жанна Абадоева и ее друг Андрей Бедняков очень любили путешествовать. Устала. Пока однажды Жанна вдруг не поняла, что в аэропорту она бывает чаще, чем дома. Похоже, я два дня проведу в аэропорту. А Беднякова видит чаще, чем собственных детей. И Жанна выбрала семью. Хотя многие на ее месте выбрали бы Андрея. Но на этом путешествие Орла и Решки не заканчивается. Мы начинаем новый сезон. Новые континенты, долгожданные города и невероятные приключения Андрея Беднякова и его новой спутницы. Второй день в Питере меня встретил неласково. Денег нет. И все, что мне остается, это опять гулять по улицам и осматривать разные памятники. Гуляя по городу, я заметила, что, несмотря на разгар лета, люди в Питере ходят в пальто, курточках, а некоторые тогда же в шапках. Питерское лето довольно холодное и дождливое. Совсем как у нас конец сентября. Еще мне показалось, что в Петербурге мало стильно одетых людей. Все тут носят что-то такое серое, неприметное. У нас в Киеве как-то больше наряжаются. Еще в Питере очень любят пышки. Так любят, что есть даже специальные заведения, которые так и называются пышечные. Киеве как-то больше наряжаются. Вот это да! Обалдеть! Все туристы представляют, что здесь в России полно медведей. Значит, все играют на балалайках, мужики пьют водку в шапках-ушанках. Ну, медведей балалайки я не видел, но шапку-ушанку я нашел. Причем здесь есть разные. Лешка, ну иди сюда, Леша. Ну, ладно, шутки шутками, а я приехал в Петропавловскую крепость. Чтобы осмотреть крепость получше, я взял на прокат сигвей. Очень удобная штука, кстати. Так вот, Петропавловка – это место, откуда и начался, собственно, Петербург. 300 лет назад великий царь Петр I заложил здесь прибрежную крепость против шведа. Получилась цитадель в форме шестиконечной звезды. Вокруг нее Петр и начал отстраивать город своей мечты, не похожий на традиционные русские города. По замыслу царя город должен был впитать все лучшее, что можно было взять у Запада и стать одним из самых красивых в мире. Таким образом, Петр хотел прорубить окно в Европу. От него и пошло это выражение. Вот, кстати, и он сам. А вот это вот памятник Петру. Ну, на первый взгляд, он кажется каким-то нелепым. Но на самом деле, Петр таким и был. Рост под 2 метра и маленькая голова. Посмотрите, здесь в Питере есть такой автобус-туалет. Ну, я первый раз такое вижу, у нас такого нету. У нас в Киеве не принято ходить по нужде в автобус. Тоже мне культурная столица. Смотрите! Ой, мой красавчик! Мой хорош! Привет! А-а-а! Ха-ха-ха! Любые жители и гости нашего города предлагаю вам совершить тюрьмы катерной экскурсии по рекам и каналам в Санкт-Петербург. Экскурсия на катере, пожалуйста. А почем экскурсия на катере, пожалуйста? 400 рубчиков. Поехали! Считается, что лучше всего Санкт-Петербург можно рассмотреть с прогулочного катера, потому что именно с воды максимально раскрывается вид на город. Это пусть бедные рассматривают Петербург с воды, а мы с золотой картой будем смотреть Петербург с воздуха. Классно, конечно! Весь Петербург как на ладони. До того, как Петр начал строить здесь свой великий город, это была шведская глушь. Более того, здесь были непроходимые болота, или даже болот не было, а просто текла Нева. То есть практически вся центральная часть Петербурга, включая Эрмитаж и Дворцовую площадь, построена на искусственных насыпях. Можно себе только представить, какой это был адский труд. При технологиях-то трехсотлетней давности. Не зря Петербург называют Северной Венецией. Сегодня в городе целых девяносто рек, речек, протоков и каналов. И с перерывом в сто лет тут любили гулять Достоевский и Виктор Цой. Власти Питера одно время даже хотели запретить в историческом центре города ходить в шортах и шлепанцах, чтобы не разрушать атмосферу этого места. В нескольких километрах от Петербурга находится Петергоф. Летняя резиденция российских царей. Петергоф – это наш ответ французам. Триста лет назад самым красивым дворцом был Версаль. Ну и Петр Первый стукнул кулачком, так и сказал, «Так, ребята, ну построите здесь у нас в России, как минимум не хуже». Ну вот, собственно, они и построили. Каскад фонтанов Петергофского дворца является одним из самых красивых в мире. Статуи изображают античных богов, и все они покрыты настоящим золотом. Чувствительные люди жалуются, что в солнечную погоду на них больно смотреть. Самое удивительное в фонтанах Петергофа – это как они работают. Здесь не используется ни один насос. Вся вода идет самотеком за счет разницы в уровне высот. Хоть это и общеизвестный факт, но верится как-то с трудом. А вот это вот самый главный фонтан Петергофа – Самсон и Лев. Самсон, значит, символизирует собой Петра Первого, который, в свою очередь, порвал пасть шведам. Просто Лев – это символ Швеции. Ну а для тех, кто не любит историю, кто не знает, кто такой Петр Первый, кто не является любителем и поклонником позолот и всего этого пафоса, есть и другие развлечения. Например, развлечение номер один. Фотографироваться с Екатериной. My heart will go on. Не ходят такие границы, переходят. Развлечение номер два. Потешный фонтан. Здесь, на площадке, есть несколько секретных камней, наступив на которые, незадачливого посетителя обливают струи воды. А мама, это все ложь. Нет ложь? Тссс. Оказывается, нет никакого камня. Просто там, в кустах, сидит специальный дядя. И он нажимает в нужный момент на педальку. И развлечение номер три. Царская ловля сибирского осетра. Кири-кири-кири-кири-кири-кири. Пят, а тут уже все, у меня уже клюет. Вот он мой царь. Куда он уйдет от бабки-то? Пакет. Мне делали их вручную. Это ручная работа, они нигде не продаются. Я специально, когда вылетала сюда, в Питер, к вам, одела именно эти сережки. Я из Киева. А вы? А это как? Не понял. Пластик и это, существенное желтое. А, нет, это специальный сплав металла, подобранный под мой гороскоп, под мою внутреннюю систему. Вот так всегда. Только познакомлюсь с нормальным мужчиной, он сразу куда-то убегает. Крейсер Аврору Самый крейсер, по сигналу которого начался штурм Зимнего дворца в октябре 1917 года. Может, не пальни он тогда? Мы бы сейчас жили совсем в другой стране. Сегодня крейсер стоит на вечной стоянке в Санкт-Петербурге. Регулярно, раз в год, крейсер красят и натирают палубу до блеска. Так что в свои 112 лет Аврора выглядит на 18. Еще здесь много палаток с сувенирами и неженатыми мужчинами. Ты фотографируешь или снимаешь? Санкт-Петербург Санкт-Петербург – это самый величественный город России. Это отличная идея на уикенд. Близко, красиво и не очень дорого. Если, конечно, вы приезжаете не на белые ночи. Дворецкого мне в номер. Хотя не сильно здоровый, это, наверное, медвежонный. Так и хочется его поцеловать. Чуть-чуть-чуть-чуть! Я задержусь! Мужчина, 600 рублей вышел. Ой, я не могу. Синдал мечтал съесть кружку в районе. Мама, сзади меня Эрмитаж. В горком партии, пожалуйста. Это прекрасно. А, конечно, с водой латочкой полугуша. Кульминация ночной прогулки по Питеру – это развод мостов. Мосты в Питере низкие. И для того, чтобы большие корабли могли пройти в порт, каждую ночь мосты разводят. Смотрите, сколько людей собралось. Они пришли посмотреть на ежевечернее питерское шоу. А на воде собирается целая флотилия из лодок туристов побогаче, которые могут себе позволить оплатить такой тур. О, привет. Привет, Андрюшенька. Ну как ты? Ой, действительно, все очень круто. У меня был шикарнейший номер в отеле. У меня был Мариинский театр опера. О-о-о. У меня была поездка на карете по городу. Вертолет. В общем, крутяк. Я чувствовал себя как царь Петр. Ты лучше расскажи, какие у тебя впечатления от верой поездки. Уже столько счастья. Просто восхитительно. Мне все очень понравилось. Ну, полетели дальше. Полетели. Субтитры сделал DimaTorzok